друзья привет всем сегодня я решаю дела заехал на какой-то рынок припарковался и решил вот в такой необычной обстановке записать для вас видео почему бы и нет сегодня я вам расскажу о двух правилах с помощью которых вы всегда будете притягивать деньги в свою жизнь я расскажу 4 жизненные истории и вы поймете какие люди всегда притягивают деньги а какие наоборот отталкивают от тебя деньги перед тем как мы начнем я хотел бы ответить на ваши вопросы вы задаете вопросы об инвестициях спрашиваете куда инвестировать 100 там 200 500 долларов я подготовлю видео об этом в месяце будет это видео я расскажу свою историю как я начинал инвестировать 100 300 долларов покажу свою беспроигрышную систему инвестирования эта система подойдет всем и она касается всех проектов с большим риском также друзья вы спрашиваете меня куда я сам инвестирую ребята как только я вот начну инвестировать я обязательно запишу для вас видео и в этом месяце я думаю тоже запишу для вас видео об инвестициях что я конкретно купил когда я купил и что я хочу из этих инвестиций там получить в будущем я обязательно запишу такое видео а дальше уже вам решать стоит вам инвестировать или нет итак друзья какие люди всегда притягивают деньги в свою жизнь расскажу вам первые две истории подхожу я в ларек в котором продают кофе и там меня встречает такая хмурая девушка ну что вам давайте заказывайте быстрее я заказал и у нее на прилавке стоит банка как вы думаете банка для чая как вы думаете что написано на той банке на потраченные нервы что-то в таком духе было написано уже точно не помню как вы думаете будет такой человек притягивать деньги в свою жизнь как вы думаете и знаете какие деньги в той банке там по 1 гривне по 5 гривен 1 гривна это там 2 рубля то есть ей кидают такие же люди и она всегда будет отталкивать от тебя деньги всегда с таким настроем потому что в чем прикол если ты работаешь на работе которая тебе не нравится у тебя есть два выхода из этой ситуации либо ты работаешь на работе которая тебе не нравится с плохим настроением либо ты работаешь на работе которая тебе не нравится с хорошим настроением я думаю выбор здесь очевиден да если уже так случилось да ну не можете вы поменять работу ну допустим да такая ситуация вот эта работа вам не нравится так почему бы не научиться кайфовать на ней потому что если вы работаете на плохой работе с плохим настроением у вас никогда не будет денег у вас никогда не будет перспектив теперь вторая история заказывал я сэндвич с лососем у одного парня тоже в ларьке он весь на позитиве он ведь заряженный здравствуйте а какой вам дать а попробуйте такое попробуйте такой и у него тоже стоит банка он улыбается и как вы думаете что написано на той банке на мечту и там еще расписано что это за мечта маленькими буквами я такой говорю вау круто чувак на мечту а что у тебя за мечта он говорит горный велосипед с такой-то рамой в таком цвете мы там планируем с друзьями в тур по горам все мне рассказал все рассказал у этого человека горят глаза он живет своей мечтой я говорю блин красава а сколько тебе не хватает он назвал мне точную сумму он мне показал сколько у него есть я достаю с кошелька и даю ему эти деньги и чувак насобирал на свою мечту благодаря своему отношению вот так это работает ребята вот так это работает и такие люди всегда будут притягивать деньги тот чувак ребята был просто в шоке от моего поступка просто когда вы работаете на плохой работе вы же не знаете какие люди могут вам попасться да вот попадусь вам я я могу там официанту поставить 100 долларов на чай да я могу если этот человек хорошо относится к своей работе если он все делает с улыбкой понимаете но если он будет там хамить или будет плохо относиться ну разве мне хочется оставить такому человеку чай нет если человек не хамит если человек плохо выполнять свою работу я вообще не оставляю чай у меня такая позиция если ты на такой работе блин старайся улыбайся тебе может попасться блин богатый клиент и он тебе может дать много денег но люди этого не понимают итак какой мы можем сделать вывод чтобы притягивать деньги в свою жизнь нужно относиться к работе с любовью нужно улыбаться нужно относиться ко всему с позитивом вероятность того что вы притянете деньги в сто раз выше чем если вы будете ко всему относиться с негативом задумайтесь над этим будьте активным человеком теперь расскажу вам следующие две истории и так следующие две истории заказывали товары звонит мне курьер говорит что он прибыл я говорю окей я спускаюсь доставка не включена в квартиру доставка только под подъезд он говорит нет 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 не нужно я сейчас все вам занесу скажите квартиру все нормально не переживайте вообще парень заряженный парень тоже на позитиве а я говорю вау классно окей заносит мне посылку я расплатился и я ему дал 500 гривен на чай 500 гривен это тысячу рублей дал на чай второй случай это же служба звонит мне курьер так я приехал здесь негде стать давайте быстрее я спешу короче здесь уже на негативе я говорю окей я спускаюсь заказ стоил 3049 гривен я ему даю 3100 он не дает 50 гривен сдачи я говорю а где гривна он такой ой блин вы богаты что жалко даже одной гривны живешь там в таком доме я ему говорю так стоп есть цена ты мне должен дать сдачу и говорю ему в прошлый раз твой напарник занес мне посылку и получил от меня 500 гривен на чай и он наоборот подумал что блин богаты это классные люди почему потому что он относился с позитивом к своей работе он делал больше чем от него требовалось да если ты не хочешь делать больше чем от тебя требуется будь готов получать так как нужно до доставка в не включена окей в квартиру тогда вот получай все свои деньги вот и ребят я такого мировоззрения и почему ты обижаешься если ты с негативным относишься если ты не хочешь зарабатывать деньги чем проблема получил свои деньги все до свидания он вообще там нахмурился сказал все удачи хлопнул дверью все поехал гривну мне все-таки он отдал вот такая вот ситуация и так какой мы можем сделать вывод из этой ситуации второе правило делайте больше чем от вас требуется и если вы попадетесь да она крутого чувака если вас заметит вы уже не будете работать на прошлой работе вдруг вам предложат да какую-то крутую должность нужно хвататься за все возможности если вы вот так вот относитесь да с негативом как сказать правильно не могу подобрать слово без мата на отъебись вы и будете получать на отъебись если вы не любите деньги деньги не будут любить вас это же очевидно если вы не контролируете деньги деньги контролируют вас жизнь не любит те кто на нее жалуются запомните вот даже у меня в барбершопе были ребята уже они у меня не работают я говорю ребята работа будет я вам буду давать возможность если вы будете себя проявлять вы будете много зарабатывать они говорят вау классно говорю вот пока нет клиентов есть такое-то задание нужно тебе съездить в одно место там забрать товар к примеру получишь 100 баксов он такой говорит он это нужно ехать ой мне впадло блин ребята они жалуются на то что у них нет денег и они не хотят там куда-то съездить на два часа и заработать за два часа 100 баксов вот что за люди я давал возможности и они не хватались за эти возможности один человек ухватился и он сейчас очень много зарабатывает он сейчас очень вырос ты же видишь да что вот у меня есть деньги у меня есть возможности я могу тебе помочь ты можешь у меня научиться блин если бы у меня был такой наставник раньше я бы его слушал я бы выполнял все его задания я бы все хватал понимаете но этот человек этого не понимает я прихожу опять барбер он жалуется сидит блин нет денег долги нужно платить за квартиру не чего платить я ему говорю я тебе давал возможности ой все короче ну с такими людьми ребята я прощаюсь и после этого они говорят вот богатый мудаки ты сначала стань богатым чтобы так говорить во первых а во вторых богатый не мудаки я могу дать тебе много денег если я увижу стремление если я увижу огонь в твоих глазах я таким людям помогаю я вижу что этот человек хочет чего-то добиться у этого человека есть цели если у вас нет цели вы будете работать на того у кого они есть если у вас нет мечты вы всегда будете работать на того у кого эта мечта есть это блин золотые правила жизни что друзья давайте подведем итоги два правила чтобы притягивать деньги два правила относитесь к своей работе с позитивом полюбите ее и второе делайте больше чем от вас требуется все и вы будете притягивать деньги всегда будете притягивать деньги в свою жизнь ну что друзья на этом я с вами буду прощаться надеюсь это видео получилось полезным подписывайтесь ко мне в instagram там каждую неделю я раздаю деньги там много денежных розыгрышей а также пользы много и мотиваций подписывайтесь на мой канал instarding также подписывайтесь на все остальные каналы ссылки в описании нажимайте на колокольчик чтобы ничего не пропустить и обязательно обязательно поделитесь этим видео с друзьями и поставьте лайк всем удачи всем денежного притяжения пока